МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на пятом канале в студии Герман Токарев о самых важных событиях дня расскажем прямо сейчас. В Азове прошел межрегиональный турнир по боевому смешанному единоборству ММА. Азовские приставы продолжают осуществлять прием граждан по предварительной записи и электронной очереди. Углубленную диспансеризацию предлагают пройти азовчанам, переболевшим ковидом. В рамках дня древонасаждения многие предприятия и учреждения высаживают деревья, цветы и кустарники. Особенную активность проявили объекты туристической инфраструктуры. Этот и другие вопросы обсудили сегодня на плановом совещании руководителей социальных служб. По словам начальника отдела туризма Оксаны Кочевной, туристические объекты города очень активно приступили к озеленению своих территорий. На одной только винодельни Кантина недавно появились 20 молоденьких елей. На Азак парке 16 и в 41 Тополь, 50 Туй на Стрелке, более 150 кустов парковой розы на Шерхофе. И там огромное количество цветников в районе своих объектов будет высажено объектами туристии. Также в рамках дня древонасаждения пройдет мероприятие, связанное с юбилеем Петра Первого. Азовский музей получит саженец от мемориального Петровского дуба и программа русского музея Всероссийская Дубрава Петра Великого. И этот саженец будет посажен в крепостном парке, как мы теперь его называем, на Валах Азовской крепости. Это в апреле-май будет мероприятие. Кроме этого, наш город вошел в маршрут федеральной программы «По дороге в Крым». Все территории транзитные, через которые проезжают автодома, автолюбители, принимаются в такую большую коалицию. И вот 16-17 апреля мы ждем делегацию у нас. Они сами все оплачивают, проплачивают. Мы просто организовываем знакомство с нашим бизнесом, кто будет заинтересован. Гордостью городского отдела образования стала победа ученицы 9-го класса Азовской школы номер 11 Елизаветы Чуйковой в финальном этапе Всероссийского конкурса школьников по литературе. Непростой предмет достаточно, потому что там мало того, что написать еще и сочинение, нужно было еще и сделать анализ своеобразный. Все, ну вот мы все-таки достойны того, что позвучало. Что касается ситуации с коронавирусной инфекцией, то четвертая волна явно идет на спад. Каждый день отмечается не более 5-10 заболевших. Тем не менее, медики, по словам главного врача ЦГБ Вадима Бритковского, ожидают пятую волну ковида. Обращаюсь к жителям города Азова, тем, кто прививался ранее, значит, имеют уже опыт прийти и привиться, ревакцинироваться. Вадим Бритковский напомнил, по наблюдениям медиков, прививка поможет избежать летального исхода. Татьяна Ивашенко, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Азовское отделение Федеральной службы судебных приставов исполнителей продолжает осуществлять прием граждан по предварительной записи, а также посредством электронной очереди. Об этом более подробно рассказал начальник отделения Алан Джеджоев. В управлении Федеральной службы судебных приставов действует интернет-приемное обращение. Во всех структурных подразделениях и в управлении установлены специальные переносные ящики для сбора и получения корреспонденции от населения. В управлении Федеральной службы судебных приставов работает группа телефонного обслуживания населения. Телефонное доверие 8-863-268-7232. Также, значит, группа телефонного обслуживания населения 863-210-0237. И телефон горячей линии 863-210-0239. На официальном интернет-сайте Управления службы судебных приставов посредством электронной очереди можно самостоятельно записаться на прием в удобное для вас время. В разделе информационной системы работает банк данных исполнительных производств, где можно узнать о задолженности, а также сформировать квитанцию для оплаты. Лица, которые являются сторонами исполнительного производства и зарегистрированы на портале государственных услуг, также могут оперативно обращаться в службу судебных приставов, подавать заявление, ходатайство, получать на них оперативно ответы. Также этот сервис позволяет увидеть материалы исполнительного производства, получать процессуальные документы в электронном формате посредством портала государственных услуг. В минувшие выходные состоялся межрегиональный турнир по боевому смешанному единоборству ММА на Кубок Азова. В соревнованиях приняли участие спортсмены из профессиональных клубов Ростовской области и Краснодарского края. Подробности в следующем сюжете. В течение двух дней на базе городского дворца культуры проходил второй открытый чемпионат первенства города по смешанным единоборствам. В субботу в соревнованиях участвовали юниоры, а в воскресенье за Кубок Азова бороли спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет и 18+. Всего было заявлено 120 человек. Турниры открыты полностью, доявиться могли с любой точки России. Спорт новый, на самом деле, ММА, в принципе, это сейчас новые виды спорта, да, и они популяризацию набирают очень хорошо. Да, популяризация идет, и молодежи, много, много молодежи интересуются этим видом спорта. То есть, случайно слышат только ММА, молодежь сразу смотрят именитых бойцов, таких как Федор Емельяненко, Александр Шлеменко. Молодежь смотрит на них и идет в секции заниматься. Городская федерация существует всего год и уже имеет поддержку со стороны администрации, которая помогает в развитии данного вида спорта. Первый открытый чемпионат состоялся в октябре прошлого года. Тогда в нем приняли участие 130 спортсменов. Считаю, что такие мероприятия необходимы. Они для людей сильных не только духом, но и телом. И, собственно, это хорошая, наверное, сегодня замена всем тем проблемным вопросам, когда мы теряем детей в гаджетах, компьютерах, в каких-то, значит, ненужных видах деятельности. Таким образом, мы их увлекаем спортом, здоровый образ жизни. Все то, собственно, о чем мы много говорим, но на практике это подтверждает. Поэтому огромное спасибо организаторам, клубу «Скиф», ребятам, которые проявили такую инициативу. Мы, администрация, ее поддержали. Ну и вот сегодня видим более 100 участников. Это хороший показатель и я думаю, что этот вид спорта в нашем городе будет развиваться. Смешанное единоборство – это спорт настоящих мужчин, где судьи тщательно оценивают каждого участника по его активности на ринге. «Азов» представили два клуба – «Скиф» и «Азовская крепость». Достойными соперниками наших спортсменов стали ребята из Аксайского района. Клубу нашему в мае будет 6 лет. Есть у нас ребята-кандидаты в мастера спорта, есть действующие профессиональные уже бойцы, которые выступают, ребята старше 20 лет. Также очень много разрядников ребят, которые первые, вторые, третьи разряды. Вчера здесь проходил турнир, получается, для ребят 10, 11, 12, 13 лет. Наш клуб взял первое общекомандное место, то есть первый результат показали. Сейчас также ребята наши идут без поражений. По итогам соревнований среди юниоров первое общекомандное место занял Аксайский район, второе и третье завоевали воспитанники азовских клубов. Что же касается чемпионата среди спортсменов возрастной категории 14 лет и старше, то места распределились следующим образом. Первое и третье место у ростовчан из спортивных клубов «Пересвет» и «Стрела», второе у «Триумфа» из Аксайского района. Людмила Улихина, Анна Маркова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Как уже сообщалось, 1 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев отменил все ограничения по оказанию плановой медицинской помощи, а также услуг по диспансеризации взрослого населения. О том, как азовчане могут воспользоваться вновь открывшимися возможностями, сообщил главный врач Центральной городской больницы Вадим Бритковский. С 1 марта в Центральной городской больнице снова можно получить плановую медицинскую помощь и пройти диспансеризацию. Углубленная диспансеризация для лиц, перенесших ковидную инфекцию, будет организована на базе Центра здоровья Красноармейский, 113. Порядка 8 тысяч человек мы можем осмотреть. Это госзадание, которое государство разместило на нашей базе и будет оплачивать этот вид медицинской помощи. Соответственно, это примерно 30 человек в день. Надо отметить, что это отдельный вид углубленной диспансеризации, который проводится специально для лиц, перенесших ковидную инфекцию. Жители Азова, которые переболели до 1 января, могут обратиться в Центр здоровья самостоятельно или по приглашению участкового врача, либо оператора Центра приема вызовов. Объем обследований определен приказами Министерства здравоохранения. Мы планируем в течение одного рабочего дня провести эти обследования к пришедшему человеку, а на второй день он может подойти за обсуждением результатов этого углубленного обследования. При необходимости терапевт даст индивидуальные рекомендации. Второй вид диспансеризации – традиционный, предполагает, что каждый человек хотя бы раз в год должен проходить комплексное обследование. Это так называемая дополнительная диспансеризация. Она будет производиться участковыми терапевтами по мере обращения нас за медицинской помощью, нас, пациентов за медицинской помощью. Или же будет активно также обзваниваться участковыми терапевтами своего прикрепленного контингента и приглашением на диспансерный осмотр. Данный диспансерный осмотр будет производиться участковыми докторами по поликлиникам, то есть на Измайлова, 58, и на Васильева, 96, дробь 13. Неделю назад депутаты Азовской городской думы одобрили предложение главного врача о передаче имущественного комплекса ЦГБ из муниципальной в государственную собственность Ростовской области. Как пояснил Вадим Бритковский, здесь идет речь о приведении местных законов в соответствии с действующим российским законодательством. В законе прописано, что ответственность за организацию медицинской помощи несет субъект федерации. То есть, в частности, в Ростовской области это администрация Ростовской области. И только она организует и, соответственно, отвечает перед населением за качество оказания медицинской помощи. Таким образом, ответственность за оперативность и качество оказания медицинской помощи поднимается на более высокий уровень. Кроме этого, увеличиваются возможности привлечения ресурсов в сферу здравоохранения. Татьяна Ивашенко, Валентина Сираж, Владимир Чекунов, Азов.Инфо На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – семейная стоматология ВИТА. Клиника более 20 лет предоставляет качественные медицинские услуги. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Всего вам доброго и до новых встреч. Семейная стоматология ВИТА предлагает жителям Азовы и Ростовской области новейшую технологию, позволяющую получить цветные цифровые оттиски с документальной точностью. 3D-сканирование заменяет классическую схему снятия слепков. Технология исключает все неприятные ощущения при снятии слепков и позволяет сократить время приема, ускорив сроки изготовления стоматологического изделия. Самое главное преимущество сканера – высочайшая точность. Заботой о вас – семейная стоматология ВИТА. Во вторник, 5 апреля, малооблачно. Температура днем плюс 10-11, ночью плюс 1-3. Ветер западный 4-5 метров в секунду, влажность воздуха 41%. Уровень воды в реке Дон на 85 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова